Доброе утро, дорогие друзья! Итак, у нас осталось еще несколько дней, вот эти вот дни между Йомки-Пуром и Суккотом. Написано в Талмуде это дни радости. В эти дни не постятся, даже если на них приходится годовщина смерти родителей. Не произносят таханут, такая покаянная молитва, которыми признаем свои недостатки, и просим Всевышнего выручить нас из беды. Что еще? Если на эти дни выпадает суббота, они произносят фрагменты, которые говорятся «Отец милосердный, твоя справедливость», то есть части молитвы, включающие повиновение душ. Почему? Потому что это радости, это дни радости, огромные радости. В эти дни закончено было строительство храма, возведенного царем Соломоном. И мы в это время строим сукку, запасаемся четырьмя видами растений. К слову, мы исполняем очень много заповедей. Я, кстати, чтобы не забыл, вот, знаете, к Сукоту тоже готовится интересно. Мы перевели потрясающую книгу Великого Хайма Молочника про Сукот. Конечно, она за пределами, например, моего понимания. Очень сложная, но, тем не менее, потрясающе интересно ее прочитать. Если зайдете, вот, Рабинович Ляльбер, библиотека Рабиновича, можете просто назвать. Там много книг, и вот эта оригинальная книга, нигде в мире больше ее нет на русском языке. Почитайте, это интересно хотя бы для того, чтобы понять, сколько мы еще не понимаем. Итак, нет праздника, с которым связано столько всяких митцвод, сколько статей жертвоприношений в храме, как в Сукот. Сука, четыре вида растений, возлияние воды, что еще там, обрывать листву в день Ашана Раба, радость праздника. О! Радость праздника заповедана Торой. Это единственный праздник, единственный, когда говорится праздник Сукот, время нашего веселья. То есть, радоваться надо всегда, но здесь, здесь, именно надо уже понимать, что это митцво. А что значит радоваться? Это значит, что противоположность радости, гнев, надо уничтожить в эти дни вообще. В эти дни запрещен, вот, когда перед нами дни Сукотов, в которых гнев является преступлением. Но, чтобы не нервничать эти дни и вообще не проявлять гнев, надо уже тренироваться сегодня. Сказал Реш Лакеш, когда человек впадает в гнев, то есть, если он мудр, мудрость его покидает. А если пророк, пророк, то и пророчество оставляет его. Есть такой известный рассказ. Ехея Скельмиск, Михал из Злочева, наследовал от отца очень ценный тфилин. И зажиточные хасиды хотели заплатить большие деньги, но он никогда, несмотря на свою бедность, слушать об этом не хотел. Жена его упрашивала, она говорила, у тебя есть еще вид, зачем-то, продаем и нуждаемся, но я ничего не помогу. Однажды на праздник Сукот было очень трудно достать итрок. И один человек привез издалека очень красивый итрок, за который просил большие деньги. Не имея другого выхода, Ехея Скельмиск продал свои драгоценные тфилины, купил итрок. И он радуется покупке, рассказал об этом жена, она сильно рассердилась, сказала, ты не продал тфилин, чтобы спасти нашу семью от голода, а продал за итрок. Взял итрок и по неосторожности там бросил или упал. И он стал негодным для исполнения заповеди, потому что отломалась. Здесь раб Михаил промолвил, владыка мира, у меня нет больше тфилин, у меня нет больше итрога, но и гнева у меня не будет. В моем доме будет тишина и мир. И во сне ему явился отец и сказал, что то, что ты не разгневался, оценили на небесах выше, чем покупку дорогого итрога. Рабин Ахман из Братцевлова говорил, что по натуре он вообще был очень вспыльчивым, но работая над собой, добился того, что вообще никогда не сердился, что бы ему ни сказали. Вообще, написали древности, многие болезни человека связаны с характером. Зависть ведет к гастриту и язве желудка. Безудержный гнев такой, это прямая дорога к инфаркту. Сквернословие способствует преждевременному устарению, а злословие одна из причин болезни горла и так далее. Написано, что Раби Минахи Мендель из Любавичи, автор такой был галахический большой труд Цемах Цедок, никогда вообще не впадал в гнев. Бывали случаи, когда ему говорили, что в подобных случаях надо не только сердиться, но обязательно, это благородный гнев, здесь митцва. Тогда он принимался за талмуд, своды законов, чтобы удостовериться, действительно ли предписано в данном случае сердиться. Ну, естественно, пока искал, что могло остаться от вспышки гнева. Ну, а самое главное, что нам надо запомнить, что, сказали мудрецы, в тот самый момент, когда вы даете волю своему гневу, вы прогоняете Бога из своей жизни. А кто хочет жить без Бога в своей жизни? Никто. Поэтому бракавы от слаха, хороших праздников, хорошей подготовки и все плохое настроение, все плохое выбросить на эти дни, это и есть главная работа с небом. Брахавы от слаха. Брахавы от слаха.